друзья всем привет мы продолжаем изучать light room и сегодня у нас вторая часть урока курса который называется light room от а до я в прошлом видео мы с вами разобрали базовую коррекцию а сегодня у нас по плану цветокоррекция и тонирование изображения снимок я подобрал не случайно на нем присутствуют все цвета ну наверное кроме одного и на таком снимке показательно изучать именно цветокоррекцию чтобы понять суть алгоритмов light room если вы только что к нам присоединились советую посмотреть предыдущие уроки данного курса чтобы проходить изучение light room в логичной хронологии именно так как обрабатывают фотографию начиная от импорта обработки и заканчивая сохранением изображения на жесткий диск и теперь если вы не подписаны на мой канал настало самое время подписаться чтобы не пропускать уроки курса и получать уведомления по выходу новых видео в которых мы говорим с вами про обработку наших фотографий если у вас под рукой нет своего похожего подобного снимка фотографию с которой я сегодня работаю вы сможете скачать по ссылке под видео и обрабатывать вместе со мной и теперь предлагаю приступить к обработке так как мы прошлый раз разобрали с вами базовую обработку то подробно останавливаться на ней мы не будем а этот снимок уже претерпел основную базовую коррекцию давайте посмотрим какой был оригинал и начинаем цветокоррекцию и так друзья давайте первым делом с вами подберем профиль изображения которые находятся вот здесь и если вы снимаете в рао формате то у вас спектр выбор вот этих вот профилей будет намного шире чем если вы будете снимать изображение в джипе учтите это обязательно я остановлюсь пожалуй на адоб стандартный мне такой вариант нравится больше всего после того как мы выбрали с вами профиль нам необходимо отрегулировать баланс белого современные камеры как правило очень хорошо в автоматическом режиме выбирают баланс белого но баланс белого это достаточно интересной и креативной и в то же время сложный инструмент который требует дополнительного изучения сегодня мы не будем с вами подробно останавливаться на изучении баланса белого я лишь вкратце вам расскажу общие понятия чтобы вы знали понимали как пользоваться этим инструментом и так баланс белого это очень важный параметр который требует аккуратного подхода также этот параметр напрямую влияет на цветокоррекцию и если вы применяете свой или чей-то пресет например не забывайте регулировать баланс белого так как он может как улучшить так и ухудшить изображение как вы видите у меня сейчас стоит баланс белого как снято если я кликну вот сюда на треугольнички то у меня появится выбор авто дневной свет облачно тень лампа накальнивания и так далее и да если вы снимаете джипег то этих параметров у вас не будет у вас будет просто ползунок теплее холоднее вы можете подобрать значение вот из этих параметров ну конечно же вы можете оставить как есть если у вас все устраивает но давайте для начала поймем как должно быть ну во первых белый цвет должен быть чистой это первое что бросается в глаза всегда при регулировке баланса белого наверное его поэтому так и назвали баланс белого сейчас у меня белый цвет в данном случае стены имеют как мне кажется немного грязные какие-то там фиолетовые где-то синие оттенки мне конечно хочется этого избежать и я как уже сказал могу выбрать вот из этого значения и подобрать наиболее оптимальный вариант могу отрегулировать вручную сделать снимок вот как видите холоднее он приобретает более такие синие оттенки или теплее в данном случае вот такой теплый эффект мне нравится больше и это уже есть один из приемов тонирования фотографии также друзья мои вы можете подобрать правильный скажем так нейтральный баланс белого при помощи пипетки для этого вам необходимо кликнуть левой кнопки мыши вот здесь на миниатюрку пипетки ваш курсор превратится в пипетку и что дальше с этим необходимо делать итак друзья мои нам необходимо найти на изображении нейтральный серый цвет и кликнуть на него пипеткой и теперь внимание если у вас на фотографии нет серого цвета то тогда нужно кликнуть на белый цвет если нет белого цвета тогда нужно кликнуть на черный цвет давайте выберем с вами вот вот такие серые пиксели и кликнем сюда и кликнем левой кнопкой мыши и так наше изображение стало немного теплее между тем пипетка отлетела на свое место но мне хочется продолжить дальше потому что наверняка в этом изображении можно подобрать более интересный баланс белого так вот друзья мы для того чтобы эта пипетка у вас не возвращалась на место давайте возьмем еще раз вам необходимо снять вот эту галочку исключать авто и теперь сколько бы вы раз куда бы вы не кликнули ваша пипетка будет оставаться на месте пока вы не подберете тот баланс белого который вас устроит давайте мы вернемся в исходное положение как снято всегда можно вернуться скажем так к исходному баланса белого и теперь смотрите вот у нас здесь вот есть вот это вот миниатюрка изображения и когда я навожу на какое-нибудь место то у меня само изображение не меняет баланс белого а миниатюра при этом меняет это будет вам в принципе подсказкой для того чтобы подобрать более интересное значение и так запомнили до серый если нет серого кликаем на белый если нет серого и белого кликаем на черный если на вашем снимке портрет вы всегда можете кликнуть на белок глаза человека это будет как раз тот самый нейтральный цвет белый цвет который поможет вам подобрать баланс белого ну либо вы можете конечно выбрать его по кликов на разные места если вы будете кликать куда-нибудь вот на оранжевое место то вы получите как говорится черти что и сбоку бантик это нас совершенно не устраивает меня даже вот такой вот вариант достаточно устраивает и вот у меня значение в кельвинах поменялось было мы вроде бы по памяти 6 300 стала 7 100 итак друзья нижний параметр оттенок он отвечает также за баланс белого да только он приносит немного другое в изображении если температура нам дает либо холодное изображение либо теплое то оттенок дает либо вот такую вот зеленую тонировочку либо фиолетовую этим инструментом фотографы всегда пользуются когда снимают красивые закаты и вы увидите когда такие красивые фиолетовые закаты это в том числе как раз добиваются за счет вот этого ползунка ну понятно что есть другие настройки есть специальные фильтры которые используют при съемке но тем не менее оттенок поможет вам добавить немного фиолетового цвета вашу закатную пейзажную фотографию итак друзья так как мы кликнули с вами исключать авто теперь пипетка будет у нас висеть до тех пор пока мы сами не вернем ее на место для этого нужно навести пипетку вот суда в то место где она стояла вот в этот кружочек и кликнуть еще раз левой кнопкой мыши и вот она у нас разместиться в том месте где и было так давайте двигаемся дальше давайте мы с вами скроем основные настройки скроем тоновую кривую это мы с вами уже прошли и теперь самый главный интересный параметр это конечно же и чисел или цветовой тон насыщенность и свет каждого цвета и на нашей фотографии с вами может присутствовать миллионы цветов но за все эти цвета отвечают всего лишь навсего 8 ползунков панель вы можете настроить под тот вид в котором вам удобнее всего работать я работаю именно вот в таком режиме когда у меня все цвета расположены на одном поле и я могу кликнуть на цветовой тон насыщенности и свет и тогда у меня будет отображаться по отдельности каждая панель вы можете кликнуть вот сюда на цвет и если вам привычнее работать вот в таком виде а именно в таком виде мы с вами видим настройки цвета в мобильном lightroom то вы можете работать и с такой панелью но мне привычнее на компьютере работать вот в таком виде когда передо мной полностью открыта вся палитра красок я могу быстренько переходить от одного инструментария к другому и регулировать цвета я не буду сейчас вас загружать теории и долго и мучительно рассказывать про то что вот эти все настроечки это и есть разобранные на разные части цветовой круг это мы с вами уже проходили я рассказывал вы можете посмотреть эти видео отдельно они будут по ссылке под видео мы с вами лишь пройдем основное чтобы вы поняли что это такое итак друзья у каждого цвета есть своя тональность если мы возьмем например красный цвет да то сейчас стоит значок у меня посередине и именно так красный цвет определила камера здесь у меня красного не так уж и много в основном он находится вот здесь вот на фонарях мотоцикла давайте мы с вами увеличим фотографию как увеличивать фотографию мы с вами говорили в прошлом видео давайте кратенько повторим еще раз и так когда я кликаю левой кнопкой мыши то у меня фотография увеличивается один к одному и об этом говорит вот этот вот параметр это задано по умолчанию когда я кликаю левой кнопкой мыши еще раз на изображение то мне возвращается изображение их заполняется на весь экран если меня такое увеличение не устраивает я могу всегда выбрать вот здесь вот другой масштаб и если я его активирую кликну сюда вот он теперь засветился белым теперь у меня будет другой масштаб более крупный или более мелкий но не с таким масштабом в данном случае работать неудобно поэтому я кликну вот сюда на масштаб один к одному это тот масштаб который мне по умолчанию предлагает lightroom и буду работать с ним и так вот они наши фонари давайте мы сделаем их может быть даже немножко понасыщеннее красного цвета на фотографии не так уж и много и теперь мы ползунок цветовой тон двигаем влево и получаем более малиновые оттенки вот здесь на фонарике это видно а если мы двигаем с вами вправо то мы получаем желтые оттенки для чего вообще все это нужно у меня вечерняя предзакатная фотография я хочу сделать ее теплее я хочу чтобы у меня яркие цвета были более теплыми а яркие цвета на данной фотографии это как раз желтый оранжевый красный давайте мы просто ползунок красный подвинем немного сторону оранжевого не сильно вот назначение 10 будет достаточно тем более красного у нас здесь очень мало мы просто сделаем его слегка покрасивее чтобы он немного бросался в глаза если у вас в кадре находится человек то друзьям и обращайте внимание что красный оранжевый и желтый цвет которые могут отвечать за цвет кожи человека не нужно сильно уводить вправо но для городской фотографии и тем более в кадре куда не попал человек мы можем вполне свободно регулировать эти ползунки не обращая внимание что мы кому-то испортим загар для того чтобы увидеть в каком месте изображения присутствует тот или иной цвет вам просто необходимо насыщенность данного цвета увеличить и вот мы с вами видим в каких местах у нас присутствует оранжевый цвет мы даже можем его оставить на плюс 100 подобрать тот тон изображения который нам нравится оранжевый нам влево дает более такие красные оттенки вправо более такие желтые и дело тут не только во вкусовых предпочтениях есть еще такое понимание как цветовая схема мы в этом уроке подробно с вами останавливаться на это не будем я просто лишь хочу сказать что например вот вообще вот желтый цвет мне не очень нравится мне он кажется грязным и поэтому я как правило оранжевый цвет не увожу сторону желтых увожу немного сторону красных таким образом мне кажется что оранжевые оттенки становятся наиболее красивее передавайте мы подрегулируем насыщенность плюс 100 конечно же нам не нужно оставлю я на значение 35 еще раз напоминаю если бы у меня был человек в кадре я бы в первую очередь смотрел конечно бы на его кожу и настраивал цветовой тон насыщенность цветов которые отвечают за кожу уже ориентируюсь именно на цвет кожи человека так давайте посмотрим желтый цвет где у нас присутствует желтый цвет можно даже сразу убрать немного насыщенность ниже наша фотография стала более такая чистенькая и оттенок мы также уберем сторону оранжевых и у нас в местах где есть желтый цвет появились такие слегка персиковые приятные оттенки такой цвет мне нравится больше так двигаемся дальше зеленый цвет но зеленый цвет конечно как правило у нас будет на листве здесь он еще вот есть у нас на дверях которые немного заметно основной цвет это конечно же вот здесь здесь основные мазки цвета и зеленый также у нас когда мы двигаем влево он дает более теплые желтые оттенки давайте даже увеличу и когда мы двигаем вправо то у нас появляются более такие изумрудные оттенки в данном случае я наверное сделаю его все-таки не сторону желтого он становится такой какой-то грязноватый зеленый да а я его сделаю вот слегка таким холодного там мне кажется такой зеленый будет покрасивее так теперь давайте мы подрегулируем насыщенность двумя кликами я убираю зеленый в изначальное положение 0 и теперь добавляю насыщенность обращаю внимание конечно на те фрагменты где у меня присутствует зеленый и там его регулирую так двигаемся дальше посмотрим если у нас аквамарин аквамарин у нас есть вот здесь вот на стене и в данном случае я считаю что он у нас отвлекает вообще взгляд зрителя от основного объекта изображения основной объект конечно это же улочка но не просто улочка а именно вот это вот красивое дерево цветущая на заднем плане фрамуги окон мотоциклы вот в первую очередь все это привлекает взгляд вот здесь вот сбоку такие яркие непонятные аквамариновые оттенки они конечно же не нужны поэтому мы насыщенность подубавим я бы сделал наверное аквамарин немного в сторону зеленых оттенков если вы присмотритесь на цвет полоски аквамарина то вы увидите что в левую сторону он ближе к зеленому цвету а в правую сторону ближе к синему так друзья синий цвет это конечно же у нас вот мотоциклы номерной знак давайте мы сразу увеличим давайте сделаем по насыщение теперь подберем тональность ну синий цвет конечно же на любителя как правило это еще и цвет неба я люблю синий делать слегка аквамариновым вот уводить ползунок немного влево так он мне кажется более приятный потому что вправо когда мы синий уводим то в нем появляются вот такие фиолетовые оттенки наверное это смотрится немного неестественно здесь у меня к сожалению не видно небо но если бы было небо она бы также вот окрасилась в такой не очень приятный цвет поэтому давайте мы увидим влево вот такой вот синий будет поприятнее так ну что двигаемся дальше фиолетовый фиолетового у нас тут немного есть фиолетовый у нас есть вот здесь на стенке это выглядит как грязь давайте мы знаете что сделаем давайте мы увидим фиолетовый в сторону синего все таки синие тени да ну вот в темных местах они как-то более естественно что ли воспринимают чем если бы эти тени были фиолетовые ну понятно что мы оставлять на 100 значения не будем я даже больше скажу что я его уберу но не до того момента чтобы мне вот эти два упавших листика потеряли свой цвет так а теперь пурпурный но пурпурный я сразу могу догадаться это у нас вот эти вот цветочки давайте посмотрим да это вот они давайте мы увеличим с вами изображение сделаем масштаб один к одному и посмотрим теперь у нас тональность и так если мы будем двигать влево мы получим больше фиолетовых оттенков если будем двигать вправо то мы с вами получим пурпурный такой более оранжевый более красный потому что здесь он как раз уходит в сторону красных оттенков да и здесь собственно говоря как вы можете догадаться у нас как раз тот самый цветовой круг о котором я говорил вначале он замыкается то есть вот с чего мы начинали вот этот вот у нас красный который малиновый да если мы с вами подведем вот сюда вот этот ползунок это как раз будет тот свет который находится где-то вот примерно вот здесь ну сильно мы с вами портить здесь не будем но все-таки мы оставим естественность насколько я помню эту фотографию делал я сам именно цветки этого дерева именно так и выглядели вот такие слегка фиолетовый конечно они не были такие насыщенные поэтому давайте мы с вами сделаем все-таки покрасивее фотография может быть не на 100 но ну где-то на 36 пожалуй будет интересно и так друзья теперь панель которая отвечает за светимость того или иного цвета сразу вам говорю что пользоваться им нужно крайне осторожно иначе вы можете все только загубить да вот смотрите видите у нас какой синий становится непонятный какой темный если мы будем делать его светлее то он будет такой более блестючий в данном случае я бы сделал его посветлее давайте посмотрим что у нас будет если мы сделаем поярче наши цветочки пожалуй да зелень пожалуй поярче желтый желтый пожалуй чуть-чуть потемнее потому что когда я двигаю вправо мне становится такое ощущение как будто места там где и желтый цвет она становится каким-то засвеченным мне хочется чтобы моя фотография более была такая матовая теперь давайте посмотрим оранжевый ну оранжевый можно сделать чуть чуть посветлее и красный красный у нас вот тут вот на фаре да и когда мы делаем его посветлее он становится более заметным и так друзья с цветами мы разобрались давайте закроем панели чисел color теперь давайте разберем что такое раздельное тонирование раздельное тонирование позволяет нам в тени добавить также тот или иной оттенок и сделать его более или менее насыщенным и в света добавить тот или иной цвет с каким-либо оттенком и также сделать его более или менее насыщенным